Девушки отдыхают Я вспомнил, что у меня включен чайник Пошел посмотреть, а он кипит А я вам объясняю, что высший разум послал вам сигнал о том, что на кухне кипит чайник Если бы вы не послушали этого своего внутреннего голоса Сказали бы, а может еще не кипит И продолжали бы сидеть Он бы или перегорел, или там какое-то замыкание, что-то бы произошло Поэтому надо всегда слушать свой внутренний голос И вот здесь попутно могу сразу сказать про очереди Если стоит большая очередь Я встаю в очередь и чувствую, хватит мне или не хватит чего-то Если чувствую, что не хватит, я просто ухожу, не трачу время Я бы всем так советовала Когда приехала, есть пустынка, монастырь под Ригой Там есть прозорливый старец, отец Петр Он соборует каждую среду в 12 часов Проводит общий собор, они с Риги приезжают со всего Советского Союза к нему Он говорит, лечишь руками? Я говорю, лечу Встань на колени и скажи, что не будешь лечить руками Дай слово, лукайся Я встала, естественно, слезы там, все И смотрю на алтарь Оживает икона Божьей Матери и свет в алтаре Ночью вижу сон Значит, на меня наваливается серая плита Но она раньше наваливалась, она жесткая, тяжелая, как свинцовая А сейчас она серая Навалилась Я просыпаюсь от того, что Чья-то рука меня держит под здесь, душит А уста мои шепчут Иисусову молитву Если бы не проснулась, то Видите, просыпаюсь от того, что я творю молитву даже во сне То есть вот этого состояния должен быть достичь, в принципе, каждый человек Люди все у Бога равно И вот посмотрите, что сейчас происходит Сейчас на землю спускается все, что можно Любая информация, что человек балдеет от информации Не может понять, что же истина А истина-то где? Матерь Божия, почему земная жизнь Пресвятой Богородицы ценится? То есть ни одна церковь не была поставлена, где не было явления Божьей Матери Ни одна Ни один монастыр не был поставлен, где святой не увидел вот это Например, Кавелий Великомученик увидел монастыр, увидел явление Божьей Матери Было вот в этом месте Только с ее благословления ставились монастыри Сейчас у нас только шесть приходов, скоро будет больше И надеемся на то, что это духовное возрождение Оно коснется всей Вот этой Северной Фиваиды, как называют ее Северной Фиваиды, потому что здесь когда-то ведь было очень много и храмов православных Более шестисот И вот надо сказать о том, что это возрождение Я думаю, заждались люди Они чают духовного возрождения Они сейчас взыскуют горнего Они пытаются найти опору в жизни Это опора, как видится Возвращение на круги свои Возвращение к истокам духовности К истокам нравственности К тому, о чем сказал Господь Ищите прежде Царствие Небесное И правда Его Все остальное приложится вам Решением Синода нашей Русской Православной Церкви Благословением Святейшего Патриарха Карелия Приходы православной Карелии обрели самостоятельность Образовалась Олоницкая епархия Для того, чтобы Карельская земля некогда потом, трудом, кровью Взрощенная, духовно, преподобными отцами Подвязавшимися в Карельской земле А ведь 17 монастырей было до революции В Карелии Чтобы эта духовная жизнь возрастала А для того, чтобы она могла возрастать Необходимо епископское служение здесь Жертвенное Чтобы вместе с паствой, вместе с священниками Созидать здесь духовность И мне писалось, что он мне сказал, приходи ко мне А я ему ответила, что мне к вам рановато, я же еще молодая А он мне так ответил, ну ладно, но если что, приходи ко мне Понимаете? Вот и потом я решила, что мне нужно срочно покреститься Как это ко мне пришло, я не могу вам сказать То есть я поняла, что столько сил мне, кроме как Бог, никто бы не дал А поскольку я некрещеная, то, в общем-то, он мне долго помогать не будет Надо же приходить к вере Вот такое было во мне понятие И когда я приехала сюда, во-первых, я не знала, что в церковь нельзя ходить в брюках Я приехала, у меня были джинсы, вареная куртка, красная шапка, ну естественно, косметика на лице Я пришла в церковь и сказала, что пришла креститься Сначала отстояла полностью всю службу Потом подошла к святому отцу, попросила его, чтобы они меня покрестили Он так на меня посмотрел, на мой внешний вид и сказал мне Вы знаете, что... Я ему объяснила, что я приехала специально креститься Он мне сказал, вы знаете, что после поезда в церковь не ходят креститься, а ходят после бани То есть, в общем-то, стал меня спрашивать про мою личную жизнь Я ему очень честно все рассказывала, какие бы вопросы он мне не задавал Я, кстати, даже поразилась, насколько я могла, оказывается, честно все о себе рассказать Вот, и поскольку он, видя мою вот такую, как говорится, искренность перед ним Он мне вдруг дает мыло, хотя мне сказал, ну сегодня крестить не будем Придете в другой раз, чтобы не было ни брюк, ничего Но крестить сегодня не будем Ну я думаю, что ж, не будем, так не будем Но я так хотела, я хотела именно в этот день У меня было вот такое внутреннее желание, что я считала, если не сегодня, то никогда Понимаете, вот такое понятие И вдруг он мне говорит, идите, там есть мыло, там есть горячая вода и умойтесь Я пошла смывать свою косметику, умылась, вышла, и он меня начал плести Мне бы хотелось говорить о том, что общество наше ведь, и мы говорим об этом, что оно находится в духовном кризисе И вот выход из этого духовного кризиса необходимо искать в том числе в церкви Потому что церковь является хранительницей вечных истин, которые заповедовал нам Бог, которые являются общечеловеческими приоритетами Когда мы будем искать вот эту духовность, взыскать ее, то тогда мы будем жить лучше, у нас будет все складываться по-другому И желаю всем вам, вашим близким, вашим семьям, всем жителям нашей республики, Божие благословение на всех путях жизни вашей Мы хаем умерших, нельзя это делать, мы хаем Сталина, Ленина и других Поэтому сейчас в первую очередь надо заказывать панихиду за Ленина, за Сталина, за тех террористов, которые здесь, за Берия, которые присутствуют в этом регионе Потому что польза психического, оно живет Вы имеете в виду, что называется, молиться за врагов? Да, 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 и когда мы за них будем молиться, они будут переведены в другое информное космическое поле Там поле, которое вокруг них находится, лукавого, вирусы, они отпадут, они не будут работать, они будут нейтрализованы Происходит это через панихиду и литургию, и сорокустрел за усопших Первая связь, которая восстанавливается, вначале идет через усопших А потом, когда пробивается вот этот слой, идет дальше, следующее И сегодня Россия в первую очередь должна молиться за врагов И когда произошла революция, это же было, поскольку Россия крещена духом Это было испытание для России Испытание была отечественная война Испытание сейчас идет России на стяжательство Редактор субтитров А.Семкин В деревне Шокша, в помещении церкви, еще недавно бывшей клубом, Рафаэль Магомедов открыл кооператив по изготовлению памятников жертвам сталинских репрессий Из газеты «Комсомолец» от 11 сентября 1990 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова